Документ 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 Правда, проблемы у города остаются. Одна из них касается сохранения культурно-исторического наследия. Я говорю о ситуации, которую в городе Демитровраде буквально несколько дней назад, когда объект культурного наследия, я бы хотелось понять, в чьей он находился в собственности, находился в заброшенном состоянии, там проживали бомжи, после этого он еще мало того, что он еще и у нас сгорел. И мы сейчас на территории города Демитровраде приедем еще раз мониторинг тех объектов, которые сейчас находятся в муниципальной собственности, кто должен содержать эти здания и, соответственно, не все выборы соответствующие проводникам. Последний вопрос заключался в подготовке ульянских спортсменов к олимпийским соревнованиям, а также развитию спорта в целом на территории области. В число приоритетных видов входит 14 дисциплин, две из которых относятся к неолимпийским. Это кикбоксинг и хоккей с мячом. Впервые за 10 лет ульянская область была представлена на олимпийских играх, тремя своими воспитанниками. Соответственно, олимпийский цикл у нас еще не закончился, и мы очень рассчитываем, что один из наших спортсменов впервые в новейшей истории попадет и на зимние олимпийские игры. Возвращаясь к теме начала заседания, Александр Смекалин указал на еще один важный вопрос. Профессиональный спорт – это замечательно, но нужно также заниматься развитием массового и детского. Эта тема у нас на сегодняшний день, к сожалению, пока вызывает очень-очень большое количество критики. Мы с вами построили большое количество структурно-назраичных комплексов, продолжаем эту работу. Но пора уже начинать наполнять очень серьезно эти объекты и содержание. Все законопроекты были утверждены членами правительства единогласно. Теперь их ждет рассмотрение в Законодательном собрании области. Егор Тстов, Данил Сурков, новости дня Ульяновской правды.